здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в девятнадцатом уроке мы продолжаем с вами изучать компонент gridbox и в этом уроке мы рассмотрим с вами плагин карусель давайте посмотрим добавим его он у меня здесь уже добавлен выбираю карусель и сразу мы видим демо вариацию давайте сразу зайдем в настройки опции и так первая опция показывает сколько изображений отображать сразу то есть например оставим один вы видите изображение показано одно то есть он чем-то напоминает плагин слайдер который мы уже с вами проходили я также оставлю 3 дальше вот эта опция если выбираем слайд у нас отключается внизу такие переключатели виде кругляшков вот эта галочка если мы снимем она убирает отступ между изображениями я вот что поставлю это у нас высота изображений автоплей то есть стоит галочка автоматически воспроизводить слайдер чтобы он листал с автоматически то есть у нас есть стрелочки да мы можем стрелочками переключаться либо чтобы еще автоматически это дело все переключалось дальше в миллисекундах укажите через какое время прокручиваться слайдер но 3000 миллисекунд это достаточно быстро don't навигацию если галочку снимаем это у нас отключение нижней навигации вот эта опция слайд на of all mouse over это у нас вот эти стрелочки по бокам их видно всегда невидимы если мы галочку поставим их не видно но их будет видно только при наведении мыши вот я навожу мыши и стрелочка здесь появляется дальше вид анимации то есть как срабатывать эти переходы анимации не пропустите мои топовые продукты под джумла дальше вот эта опция если мы выбираем первый вариант у нас изображение видео становится такими как бы блеклый такой эффект и если этот выбран первый вариант то внизу у нас активируется галочка checkbox если ставим галочку то этот эффект будет срабатывать при наведении мыши вот я навожу мышь изображение и проявляется такой эффект и также ниже мы можем управлять цветом этого эффекта например красным давайте сохранимся следующая опция слайдер здесь есть 3d м изображение мы все выделяем и удаляем и загружаем какие-то наши изображения по нажатию на плюсик я выберу те же изображение которые мы уже сами использовали apple и они отображаются здесь дальше чтобы редактировать изображение можете поставить галочку нажать карандашик здесь похожи опции как были у нас карусели title заголовок для изображения можно прописать описание текст на кнопке ссылка для кнопки и как открыть данную кнопку или можно здесь заменить изображение и так для каждого изображения можно сделать дальше style title то есть тот текст который мы пропишем на изображение во первых где отображать лево центр право сразу можете выбрать свой шрифт для этого текста color это цвет текста ну и тут все то же самое размер текста межстрочное расстояние отступ снизу и так далее то же самое здесь для description описание и для кнопки то есть практически то же самое плагин что и слайдер дальше у нас остается марджин ну понятно это отступы да от верха и от низа и кастом ксс и у нас появляется вот такой вот слайдер ну и уже известны всем опции да можно это все расширить банальные настройки можно сделать там пошире также зайти в марджин отступы пазинг зайти слева справа точнее слева справа таким вот образом если посмотрим на сайте немножко расширяем до границы так если у нас по краям остается место вы хотите чтобы ваша карусель она прям примыкала к левому и правому краю браузера можно еще принципе сделать в общих настройках паддинг слева точнее справа на ноль и слева на ноль тогда будет слайд видите у нас теперь левая и правая картинка прижимается краям браузера ну и принципе можно зайти в сами настройки еще раз и вот здесь вот убрать галочку это до изображение будут вообще примыкать друг другу смотрится тоже хорошо на этом урок закончен если он для вас он был полезен ставьте пожалуйста палец вверх подписывайтесь на мой канал если вы еще это не сделали чтобы не пропустить новые интересные выпуски подписывайтесь на мою группу вконтакте я ее недавно открыл ссылочка будет в описании этого видео делитесь этим видео со своими друзьями и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe news или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостинг сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь а